всем привет это та семья которую я обещал показывать целый сезон от маленькой семьи до большого отводка то есть это первый отводочек был манюсенький облетный сделан ранней весной ну а теперь посмотрим что это за семья ну и расскажу какую главную ошибку сейчас будут делать пчеловоды начинающие вот по ходу смотрим что за семейка и что неправильно сейчас дожди если дней все засидели в улье никуда не летали значит есть опасность того что они зароились и хорошие семьи вместо того чтобы собирать мед из акации соответственно будут родиться будут люди применять противороевые методы дело в том что не все противороевые методы в это время годятся так вот сейчас будут годиться только методы непосредственного борьбы с роением это такие как допустим там налет на матку или абортация роя потому что превентивные методы если у семьи уже повисли роевые маточники но пчелами тут не освоенное гнездо если пчелы уже оттянули роевые маточники то есть зашли в роевое состояние то все эти методы полумерные они уже не помогают и семью из роевого состояния не выведут есть мед у них то есть корм у них куда бедно доесть за 10 дней еще не весь израсходовали тут надо запомнить что когда семья уже зароилась то есть есть роевые маточники то то что вы сделаете отводки от этой семьи тоже все в меде рамка с медом не запечатанный мед но он есть то есть кормами тут все хорошо пчелы кормами обеспечены так вот когда пчелы зароились если вы сделаете отводок или заберете у них частично отпечатанный расплод или часть пчелы это их из роевого состояния все равно не выводит если вот такое время после дождей у вас семья зароилась здесь уже яйца матка отложила то главной ошибкой будет сделать отводок и надеяться на то что она выйдет из роевого состояния никаких отводков никаких отбору расплода уже делать нельзя никаких методов дымури по разгрузке гнезда тоже уже делать нельзя ну что семья уже зароилась и от роения и и это не спасает тоже все в яйца две рамки расплода при том яйца только-только отложенные матка работает это первая ошибка если семья зароилась только непосредственная борьба с роением налет на матку абортация роя либо другой какой-то способ для вас приемлемый их очень много который отделяет роевую пчелу от основной или отделяет роевую пчелу от расплода или матки все методы хороши все методы можно применять но только те методы которые непосредственно выводят семью из роевого состояния потому что частенько на ютубе вижу как рассказывают и даже в некоторых книжках пишут что допустим метод разгрузки гнезда помогает против роения да он помогает против роения но только тогда когда семья еще не зароилась это превентивный способ борьбы с роением а если она уже в роевом состоянии то вся эта чушь не поможет вторая ошибка которую делают пчеловоды вот в такое вот время ну сейчас такая погода у нас холодная которая для нас не специфическая и в такое время обычно эти методы проходят но именно в этот год он такой интересный что эти методы применять нельзя касается это методов по разгрузки гнезда то есть превентивных это методы дэмури как я говорю или как правильно мне в комментариях пишут поправляет меня дэмари он правильно называется но я его почему-то называю дэмури так он мне в голову засел как я его и называю или любой другой способ который связан с разгрузкой гнезда так вот разгрузку гнезда такое холодное время проводить нельзя потому что застудите расплод видно семейка уже довольно сильная это у нее уже один два три четыре пять рамок расплода в общем эта семья уже будет скоро роиться вот что получается из маленького отводочка ранней весной при хорошей матке вот седьмая рамка расплода роевых маточников нету но семья уже на грани рай и не так что придется мне от этой семьи сделать превентивный метод вы сделать отводок иначе она зароится потому что дождей у нас еще передают 7 дней за 7 дней конечно она эта семейка зароится еще рамка с расходом маточников роевых не видно челы злые как собаки мне нравится что я здесь у них лажу но пусть потерпят это в крайней рамке должен быть мёд до тяжелая рамка мёд скорее всего так и есть все залито медом еще не запечатан но в общем семья это не голодает так вот ситуация на этой семье 1 2 3 4 5 6 7 рамок расплода то есть пройдет еще буквально два-три дня здесь будет восьмая рамка расплода матка тоже и эта семья уже будет на грани роения то есть есть опасность роения этой семьи так вот про ошибки что обычно в этом случае делает обычно делают разгрузку мезда то есть делают или метод этом мари или разрывает гнездо ставят расплод 8 расплод 8 расплод 8 расплод 8 расплод 8 расп солнечным то есть таким способом через каждую рамку с расходом ставят рамку пва чины таким способом разгружаяались до называется разру stationary doc в чем нарушается в привычный порядок потому что они держатся до гнездо компактным, и пчелы начинают судорожно восстанавливать порядок. Соответственно, семья не роится, потому что раевая пчела тратит свой потенциал на то, чтобы отстроить вощину, потому что разрыв гнезда получается, они этого не терпят, стараются все привести в порядок, и раевая пчела начинает работать на отстройке сот. Оттягивается раение на 20 дней. Больше, чем на 20 дней, как я уже рассказывал, этим способом оттянуть раение нельзя. Но этот метод, который кстати, будут сейчас многие применять, он не пригоден при таких холодных условиях, такую по холодную погоду, потому что гнездо вы таким способом расширяете. Вот если у меня 7 рамок гнезда с расплодом, а я еще поставлю 6 рамок вощины, то у меня получится 13 рамок надо пчелам обогреть, то есть 13 гнездовых рамок. На 7 из них расплод и 6 рамок вощины пустой. А греть пчелам все равно надо 13 рамок. Почему так? Потому что когда стоит рамка возле рамки, гнездовая, с расплодом, то одна улочка пчел греет сразу и эту сторону, и эту сторону расплода, то есть рамку с расплодом. То есть одна улочка сразу обогревает фактически одну рамку. Эту сторону и эту сторону. А когда вы здесь поставите вощину, то одна улочка пчел будет греть только одну сторону, потому что с другой стороны вощина. Если получится у вас 13 рамок, то соответственно вам надо уже 13-14 улочек пчел, то есть в два раза больше. А если стоит холодная погода, то, соответственно, такое гнездо, расширенные пчелы, не обогреют. Поэтому этот метод разгрузки гнезда в этом году, когда стоит холодная погода, дожди и прохладно, применять нельзя. Застудите расход. Такой метод нельзя применять в холодную погоду и такой метод нельзя применять для слабых семей. Только для сильных и только когда тепло. Поэтому все эти чудо-методы по разгрузке гнезда нам в этом году не подходят. Ну, лично мне, с моими погодными условиями. И больше чем уверен, что многие на этом, в этом году сильно таки обожгутся. В общем, такая вот семья, как видите. Семрамор – это уже хорошая такая семейка, которая может собирать мед, выращенная из маленького-маленького отводочка, который был сделан весной. На маточник закрытый. Здесь вышла неплодная матка, облеталась, начала откладывать расход. И теперь имею я вот такую вот уже полноценную семейку, от которой уже надо делать отводок. Если бы сейчас цвела акация и был мед, то отводка делать не надо. Это бы семья прекрасно собирала бы акации. Но так как погода холодная, дожди, акации нет, 7 рамок расхода, пчел больше, чем 12 рамок. Здесь все условия для того, чтобы они в ближайшее время зародились. Поэтому сейчас буду готовить пустой улей и делать от них отводочек. Вот такое вот видео. Пишите в комментариях, кто чего думает по этому поводу. Не делайте ошибок. Подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok